Добрый день, дорогие друзья! Наш сегодняшний вебинар называется «Как нам организовать онлайн?». Я сознательно сделал эту тему наиболее общей, понимая, что, конечно, за час охватить тему перехода в онлайн совершенно невозможно. Поэтому мой сегодняшний вебинар будет скорее представлять из себя такое дерево. Дерево с рекомендательными ссылками, по которым я вам рекомендую перейти и либо использовать данный инструмент, либо воспользоваться тем обучающим материалом, который по этой ссылке предоставлен будет. Попутно я в этом году решил не делать вебинар, посвященный нашей Директ-Академии, с объяснением того, что в этом году будет. Но зато сегодня я обильно включил наши будущие, частично прошедшие мероприятия в свою презентацию, чтобы рассказать, как наши будущие бесплатные вебинары и платные онлайн-курсы могут вам помочь в организации онлайн-обучения. Вы заметили, что мы уже так с весны этого года так часто употребляем слово онлайн-обучение, что слово обучение уже как-то у нас пропало. Мы просто говорим онлайн, подразумеваем, ну, если мы находимся внутри нашей отрасли, подразумеваем, что речь идет об онлайн-обучении. Да, ну, начнем с веселой нотки, с вот такой вот. Вот такие вот у нас к первому сентября ходят интересные, как они там называются у нас, мемасики, да, или что-то вроде этого, вот, которые описывают нашу ситуацию. Ну, на самом деле, с одной стороны, это все чрезвычайно смешно, конечно, с другой стороны, да как сказать, потому что, ну, по крайней мере, то, что у нас состоялось весной, это был шок для многих преподавателей, шок для организаций, ну, и частично шок для студентов и школьников. Хотя каждый из этого выбрался с разным успехом из этой ситуации, были случаи чрезвычайно интересные и удачные, были совершенно неудачные примеры, вот. Ну, скажем так, летом мы немножко расслабились, посчитали, что все уже прошло, я не буду описывать, да, все вы знаете, какая у нас ситуация с эпидемией, про это говорить не будем. Ну, вот, тем не менее, к осени начали снова сгущаться краски. Вот я поместил здесь несколько заголовков, которые встретил за последнюю неделю в электронных СМИ. То есть проблематика онлайн-обучения, она вышла буквально вот на самый верх, и это топовые новости. Вот. Дело в том, что эпидемия сошла на какой-то приемлемый уровень, но совсем не ушла. Второе, все ожидают второй волны где-то в октябре, и активно муссируются слухи о том, что то ли 20 сентября, то ли в начале или середине октября все снова пойдут на карантин. Конечно, в общем-то, это только слухи, мы не можем ничего понять, что будет в будущем, но тем не менее, я надеюсь, что если это будет, то мы будем более подготовлены, чем весной. Ну, и в связи с этим первый шок уже на самом деле прошел. Пришло осознание того, что онлайн, в общем-то, от него никуда не деться. Скажу вам откровенно, я как человек, который занимается дистанционным обучением уже более 20 лет, ну, в принципе, был готов, что в какой-то момент что-то случится, что произойдет какой-то волшебный пинок, после которого онлайн наконец-то заработает. Было очень трудно эту махину провернуть. И несмотря на то, что он заработал с большими оговорками и, можно сказать, через пень-колоду, я думаю, что при втором запуске всеобщем, а даже если и не всеобщем, потому что, как вы видите, в какой-то степени это все равно состоится, да, например, в вузах преподаватели старше 65 лет официально на онлайне, определенные категории там школьников и студентов на онлайне и так далее, и так далее. Это еще у нас достаточно по-божески, да, вот, например, в университетах США там один за другим колледжи и университеты объявляют о том, что они не запустятся с 1 сентября. Там эпидемиологическая обстановка похуже, чем у нас в некоторых штатах, по крайней мере. Вот, я думаю, что нас это тоже ожидает. Вот, ну так вот, давайте от преамбула перейдем, собственно, к делу. О чем мы сегодня поговорим? Вот, хотелось бы поговорить о следующих вопросах. Ну, во-первых, кто в нашем сегодняшнем рассмотрении, кто является субъектом? Вуз, ну, я для краткости написал вуз, вообще там можно сюда любую учебную организацию поставить, школу, среднее учебное заведение, центр, учебный центр или так далее, или сам преподаватель. Дальше немножко поговорим о методике. Вообще, на самом деле, вот эта вот проблематика, она так по-хорошему, если ее разворачивать, это, наверное, так часов на 20 потянет. Да, но мы сегодня по-быстрому это все пройдемся, буквально по верхам, чтобы понять, из чего состоит вот это знание и умение онлайна. Методика. Ну, разумеется, все из нас, ну, те из нас, кто преподает, так или иначе имеют отношение к методике преподавания, либо явно, то есть обучали в соответствующем вузе, либо не явно, потому что опыт преподавания, он никуда не девается, он как раз преобразуется в методику, которую мы все применяем. Но в онлайне методика немного другая. Где-то немного, а где-то и сильно другая. Более того, в общем-то, нельзя провести очень сильные, вот такую уж яркую черту между методикой и технологией, например, между методикой и знанием инструментов. И вот это все побуждает нас к переосмыслению той методики, которую мы пытаемся использовать при онлайн-обучении. Дальше вопрос организации обучения. Обучение надо как-то организовывать. Очное обучение организуют специальные люди, например, учебно-методическое управление в вузе. А как это делать в онлайне? Дальше вопрос педагогических измерений. Мы при обучении должны знать, как усвоен материал. И это вопрос, конечно, не только выставления оценок, но и вопрос оценки качества нашего обучения и качества восприятия этого обучения со стороны студентов. Поговорим немножко об этом. Дальше. Если вы занимаетесь онлайн-обучением самостоятельно, то перед вами сразу встает весь комплекс проблем про продвижение своих услуг, своего личного бренда, по финансовым вопросам и так далее. Рассмотрим это. Автоматизация процессов. У вузов более-менее средних или больших автоматизация процессов как-то налажена. Во-первых, она налажена с учетом оффлайна. А во-вторых, если сейчас вы работаете без вуза, а самостоятельно, что же делать? Потому что без автоматизации очень плохо. А пока у вас один-два ученика, можно все писать на бумажке или в Excel-таблице. А когда это начинает уже становиться реальным бизнесом, хотя бы для вас лично, это становится большой проблемой. Ну и, наконец, большой последний пункт – это технологии и инструменты. Поговорим о том, что нам поможет, какие инструменты и технологии помогут нам в онлайне. Давайте пробежимся сначала по первой теме. Кто субъект? Субъект, я имею в виду со стороны обучения. Понятно, что со стороны обучаемого субъекта – это студент или обучаемый, слушатель, как угодно его называйте. А кто субъект со стороны обучающего? Ну, вот онлайн тут ставят немножко другие рамки. Если, ну, собственно, преподаватели и так находятся в ситуации, когда их труд может быть востребован не только внутри организации, но и вне. И преподаватель может быть отдельным субъектом. Ну, а уж когда преподаватели ушли в онлайн и учат из своего дома, волей-неволей встает вопрос, зачем мне большая организация, когда я и сам все могу. Вот у меня все под рукой, я могу почти все делать. Ну, или если не могу, то хочу научиться. Почему бы мне самостоятельно не выйти на образовательный рынок? В сегодняшнем нашем рассмотрении, несмотря на то, что многие аспекты будут касаться и вуза, и преподавателя, я хотел бы в основном все-таки сосредоточиться на таком субъекте, как преподаватель. То есть преподнести какие-то возможности именно для преподавателя, как для человека, который хочет самостоятельно участвовать в учебном процессе. Вот. Ну, собственно, мне не понадобилась здесь презентация, и сразу перейдем к следующему вопросу, к методике. Вопрос методики достаточно серьезный, его можно рассматривать с разных аспектов. Я тут хотел бы коснуться одного аспекта, который ближе всего ко мне. Это вопрос объяснений в онлайне. И тут я хотел бы вам посоветовать несколько моментов. Сейчас посоветую. Во-первых, вот на меня в свое время очень произвела впечатление вот такая вот книжка Лили Февра, которая называется «Искусство объяснять». Несмотря на то, что эта книжка во многом касается вопросов обучения не вузовского, а даже не корпоративного, а как бы это сказать, такого общего плана, что ли, обучения. Не знаю, как назвать этот вид обучения. И опирается конкретно на опыт Лили Февра и его компании по производству учебных роликов. Книга гораздо шире, и то, что в этой книге дается, тот материал, он крайне полезен. Дело в том, что объяснительная сила нашего онлайн-обучения, она во многом зависит от того, как мы построим сам процесс объяснения. Вообще говоря, это вот те советы, которые даются в этой книге, они, конечно, во многом и на оффлайн тоже действуют, но в онлайне особенно, потому что они говорят в том числе и о том, как формировать онлайн-контент. Там есть несколько здравых советов. Во-первых, о том, как подбирать онлайн-инструменты в зависимости от того, какая учебная задача перед вами стоит. Когда выбрать вебинар, когда выбрать видеоконференцию, когда выбрать просто записать учебный ролик на YouTube и дать людям ссылку, а когда, может быть, необходимо встретиться именно оффлайн, там есть такие рекомендации. Кроме того, там есть рекомендации непосредственно по объяснительному процессу, как строить объяснения для того, чтобы не оттолкнуть людей разных категорий. Под категориями понимается, что если у вас есть некоторая аудитория, достаточно серьезная по размеру, и в ней есть люди, как хорошо понимающие уже ваш предмет, так и те, которые вообще первый раз с ним столкнулись, то важно не оттолкнуть аудиторию малознающую и начать с простейшего объяснения о том, для чего им нужны эти знания. Потом перейти к описанию каких-то общих вещей. У Лефевра есть такая метафора «лес и отдельные деревья». Так вот, не надо начинать объяснение с описания отдельных деревьев, надо обязательно сначала рассказать про лес. А вот сначала ответить на вопрос «зачем?» и лишь впоследствии начинать объяснять и отвечать на вопрос «как?». Это очень кратко. В принципе, я вам просто советую эту книжку купить. У вас займет это немного ресурсов и немного времени. Ее можно прочитать за полдня запросто. Вот и ваш методический арсенал пополнится очень хорошими рекомендациями, которые вы обязательно будете применять. Я хотел бы отметить, что примерно в этом ключе, ну, конечно, не с описанием этой книжки, а немножко более конкретно про учебное видео, я буду делать вебинар 14 октября, и он будет называться «Учебное видео. Как сделать так, чтобы ролик объяснял, а не только показывал». Вот, у меня собрался большой материал, причем не только теоретический, но вполне технический, о том, какие приемы записи и монтажа можно применить, для того, чтобы ролик стал не просто медийным. Сейчас очень много медийных роликов, в которых в хорошей студии человек хорошим голосом и в хорошем костюме что-то рассказывает, но этого недостаточно для того, чтобы хорошо объяснить. Вот о том, какие приемы можно еще использовать, технические и методические, будет на моем вот этом вот вебинаре. Организация обучения. Ну, тут можно говорить много, и, наверное, в данном случае я хотел бы сначала все-таки остановиться на организации обучения в какой-то организации, и хотел бы отметить, что у нас в мае был хороший вебинар по этому поводу, а потом в июне был курс. Курс у нас был вот такой, вел его Александр Гущин. Прошел прекрасно, был большой у нас набор, несмотря на то, что это был июнь, в общем, народ уже готовился к отпускам. Вот, мы планируем, пока еще неизвестно когда, но мы планируем обязательно повторить этот курс в этом сезоне. Скорее всего, это все-таки будет 21 год, потому что наши курсы до конца этого года уже практически сформированы. Вот, ну, если кому-то очень хочется, мы можем продать записи этого курса, предварительно и спросив разрешение у автора. Ну, а вообще, в качестве такой бесплатной замены есть бесплатная запись вебинара Александра, который провел в мае, который назывался «Мудл от первого шага до разработки собственного курса». Ну, такая общая постановка. И несмотря на то, что в основном вебинар и курс Александра был посвящен вопросам формирования контента, вопросы организации обучения тоже не обошлись вниманием. На вебинаре тоже было достаточно много народа. Вот, как вы видите, под 300 человек или даже больше 300. Поэтому популярный был вебинар. Приходите и посмотрите, как минимум, запись. Вот это вот очень полезно. Ну, почему «Мудл»? Потому что очень в многих вузах «Мудл» стоит. И более того, многие преподаватели самостоятельно ставят «Мудл» у себя на компьютерах, делают сервера. Те, кто умеют, либо пользуются облачными решениями «Мудл» и используют его уже в режиме, в индивидуальном режиме. Впрочем, не «Мудлом единым» сейчас есть много возможностей для организации обучения индивидуального. И если говорить о чем-то, что можно назвать «мини-ЛМС», в том числе решающий вопрос и организация обучения, это, конечно, «Гугл-класс» или «Гугл-классрум», если по-английски читать. И у нас есть хороший автор, который реализует эту программу. Вот бесплатный вебинар, который пройдет 21 сентября. Это Ирина Юрочкина. Она делала у нас и в июне вебинар. Можете найти, я здесь не стал помещать запись, потому что вот уже совсем скоро состоится новый вебинар. Вот. И она же проведет курс. Вот. А вы знаете, давайте я эти ссылки достаточно важные буду вам дублировать все-таки в чат. Так, это у меня займет пару минут. Нет, меньше, конечно. Так, вот она ссылка на курс Ирины Юрочкиной. Посмотрите, там программа достаточно подробная. Вот. И если вас заинтересует, то приходите к нам на этот курс. Вот. Идем дальше. Педагогические измерения. Педагогические измерения, да. Ну, первое, что у нас возникает в голове, это, конечно, тесты. Хотя, конечно, задача гораздо более широкая. Педагогические измерения, вообще говоря, какие-то можно делать даже у себя в табличке Excel, какие-то простейшие. Да. Вот. Я, например, когда веду онлайн-курсы, я сразу помечаю некоторые характеристики, не оценочные характеристики, а объективные характеристики людей, которые ко мне ходят. И я прекрасно знаю некие корреляции, которые существуют между этими параметрами и тем, что мне ожидать от учеников. Ну, простейший параметр. Открою вам небольшой секрет. Как правило, перед курсом организаторы собирают анкеты у слушателей. Так вот, те, кто... Разумеется, слушатели могут прислать свои ответы на вопросы, а могут не прислать. Так вот, те, кто анкеты прислал, обучаются хорошо и успешно, с гораздо большей вероятностью, чем те, кто анкеты не прислал. То же самое касается и посещения вебинаров. Хотя, с одной стороны, ну вот есть вебинар, а вот есть его запись. Посмотрел запись и точно так же делай свое домашнее задание. А нет. Оказывается, что, несмотря на возможность посмотреть запись, те, кто точно присутствует на вебинарах, проявляют, если не во всем курсе, то, по крайней мере, конкретно для этой темы, гораздо большее рвение и гораздо лучшие результаты, чем те, которые на этот вебинар не пришли. Вот. Вот посредством даже таких простых манипуляций вы можете многое узнать о своих студентах или слушателях, вот если проведете просто вот простейший анализ. Ну, конечно, о тестах речь тоже идет. И, опять же, онлайн не выдумывает новые проблемы, но подчеркивает те проблемы, которые, или те решения, которые и так существовали, они становятся теперь определяющими. Я, честно вам скажу, я небольшой сторонник тестирования, ну, просто потому, что те курсы, которые я веду, они практические, и мне гораздо интереснее проверять не знания, которые люди получили после того, как посмотрели мои вебинары, а те умения проконтролировать, которые они приобрели. Поэтому я обычно делаю интерактивные задания, которые потом самостоятельно проверяю. Ну, однако, никуда не делась и знаниевая составляющая, и если нам надо проконтролировать знаниевую составляющую, то конструирование тестов – это то, что онлайн-педагог должен обязательно уметь делать. Ну, и мой опыт проверки различных онлайн-курсов, которые я осуществлял в разных учреждениях, был у меня такой экспертный опыт, говорит о том, что, к сожалению, даже в хороших курсах, авторы курсов, как правило, очень плохо знают такую науку или область знаний, как тестологию, да, совершенно не соблюдают ее, и производят совершенно ужасные тесты. Вот, поэтому у нас для вас тоже есть мероприятия, которые позволят вам улучшить свои навыки в этой области. 10 сентября уже совсем скоро Татьяна Горишина проведет вебинар, давайте я его тоже вам дам, этот вебинар. Сейчас, одну минуточку. Давайте я вам эту ссылку помещу в чат. Вебинар посвящен достаточно частной задаче, но очень интересной. Это разработка тестовых заданий в помощь преподавателям и методистам использования фасетов, так называемых. А вообще Татьяна в конце сентября проведет курс, который будет называться «Практическая тестология. Как разработать тест для проверки знаний». Вот такой вот самый популярный вопрос будет здесь озвучен именно про тесты для контроля знаний, наиболее частое применение. И давайте я вам эту ссылочку тоже дам, если вам это будет интересно, пожалуйста. Ну, я вам советую сначала прийти на вебинар, а потом, если вас заинтересует, прийти и на курс тоже. Вот вообще в прошлом сезоне у нас так или иначе эта тема многократно обсуждалась. У нас был и курс специальный в феврале-марте, и в отдельных вебинарах обсуждалась эта тематика. Так что можете посмотреть, я тут не привел конкретных ссылок, на нашем видеоканале, поискать просто поиском про тесты, и вы там обязательно что-то найдете. Продвижение, личный бренд. Многие из преподавателей скромно думают, что это не наша забота. Но это не наша забота только до поры до времени, пока мы не вышли сами на образовательный рынок. Как только мы выходим как самостоятельные субъекты на образовательный рынок, то это нам надо. Более того, даже если мы не выходим самостоятельно, а присутствуем в каком-то качестве внутри вуза или колледжа, как преподаватель, все равно у нас личный бренд должен быть какой-то. Но это просто будет продвижение внутреннее и личный бренд внутренний. То есть у вас должна быть какая-то репутация, и вы должны на эту репутацию работать даже внутри своей организации. Что-то по этому поводу надо знать. И частично этот вопрос мы также будем освещать на наших вебинарах в этом году. Я хотел бы вам порекомендовать не один вебинар, а целый трек Анастасии Пахоруковой, который посвящен технологии и искусстве учебной презентации. Несмотря на то, что мы здесь сделали ударение именно на учебной презентации, а не на презентации для выступлений, во многом, если я скажу, то если я скажу, что 90% будет этого полезно и для тех, кто хочет применить эти знания для презентации, для личных выступлений, тоже будет полезно. Это, конечно, только один и малый аспект продвижения своего личного бренда, но тем не менее, очень вам советую этот трек. Вот эта вот ссылка, которую я вам сейчас дам, она ведет на нашу общую страницу, где треки всех наших постоянных ведущих. Вам надо будет там найти конкретно трек Анастасии Пахоруковой, именно этот трек, потому что у нее два трека, о втором я тоже чуть потом расскажу. Ну, если понятие трек кому-то кажется непонятным, это просто ряд вебинаров, которые проводятся в течение сезона и которые связаны примерно одной темой. Вот, кроме того, мы готовим, я пока не готов вам предоставить информацию о том, когда это будет, но мы готовим вебинар и онлайн-курс по теме продвижения преподавателей, личного бренда и похожей темы. Мы сейчас ведем переговоры с автором, не буду называть, пока его не договорились окончательно об этом курсе. Курс пройдет, если договоримся, будет либо в декабре, либо в январе, где-то вот так. Вот, я думаю, будет очень... Если у нас это получится, это будет очень интересно, потому что очень интересный автор с большим опытом, причем совместным опытом, как в маркетинге, так и в вузовской преподавательской деятельности. Поэтому пока вот такая информация предварительная. Финансы. Тут я вам хотел бы рассказать не о технологических вопросах, а о таком простом вопросе, как же нам быть с финансами, когда мы... Да, здесь речь не идет о продажах, да, о продажах скорее вот это к предыдущему пункту. Я этот вопрос сегодня не затрагиваю, потому что это очень специфический вопрос. Вот. А вот финансы, что нам делать с финансами, я хотел бы вам порекомендовать вот такой опыт. Это опыт перехода преподавателя в ранг самозанятого. Вот у нас этот опыт, у меня уже этот опыт достаточно изучен. Я его изучил и на себе, и на наших авторах, и он очень положителен. Пожалуй, это одно из немногих начинаний, которые у нашего правительства получились очень неплохо. И самое главное, это как и куда получать деньги, чтобы не бояться, чтобы ваш счет закрыли просто. Понятно, что если вы просто от своих слушателей получаете деньги на свою карточку, минуя всяческие налоги, то в конце концов это для вас плохо закончится. Сбербанк или другой банк просто закроет ваш счет, потому что операции с их точки зрения это отмывание. Поэтому стать самозанятым это, во-первых, выгодно, потому что налоги очень маленькие, налоги 6% при работе с юридическими лицами и 4% при работе с физическими лицами. Самое главное, что с точки зрения организации всего этого это сделано очень просто. Никаких бумаг вообще. Просто скачиваете мобильное приложение, регистрируетесь в нем, записываете в него свой ИНН и просто честно отчитываетесь о тех продажах, ну, в данном случае о тех услугах, которые вы оказали вашим слушателям, вот, из-за которых вам на счет пришли деньги. Можете завести отдельную карточку, но это не обязательно. Можете получать деньги и на те счета, где они у вас есть. Вот за все то, что вы продекларировали, за это вы и заплатите налог. Налог исчисляется до 12-го числа месяца следующего за получением и уплачивается до 25-го числа следующего месяца. Все очень просто, можно это вообще в автомате сделать, чтобы это происходило. Вот, вхождение просто вот в это, в это приложение посмотреть, зарегистрироваться и так далее. Это где-то займет у вас час времени максимум. Вот, ну, а потом просто надо не забывать регистрировать свои платежи. И все, никаких бумаг, никаких походов в налоговую и так далее. Всего этого нет. Поэтому, я почему вот это вот сейчас рассказываю, вроде бы очень частная вещь. Многие преподаватели не хотят идти в самостоятельный путь в обучении, потому что они считают, что, ну вот, делать это нелегально не хочется, а легально это бумаги, это бухгалтерия, даже если ИП организовывать, это морока, там, балансы и так далее. Нет, вот ничего этого вообще нет. То есть, вам это стоит, там, как мы любим говорить, learning curve, да, то есть, вхождение в понимание этой системы займет у вас максимум час, и после этого вы там, допустим, за полчаса каждый месяц будете тратить на то, чтобы отдекларировать свои услуги. Приложение можно скачать вот здесь, вот, и это приложение для Андроида, для iOS, по-моему, тоже есть, вот, так что, кто еще не принял решение, милости просим в эту, в эту категорию работников, скажем так. Автоматизация процессов. Я здесь не буду говорить очень много, хочу вам порекомендовать только одну статью. Статья достаточно специфическая, это статья в блоге, но она чрезвычайно полезна, в ней приводится, наверное, штук 20 различных инструментов для организации автоматизации процессов. Что такое автоматизация процессов? ну, это чтобы, условно говоря, чтобы не руками из сотен таблиц из одной в другую перекладывать данные, и не руками рассылать почту, а чтобы это делалось автоматически. в ВУЗе это плохо хорошо как-то организуется, либо есть своя собственная автоматизация, какая-то дорогая система ERP, которая в ВУЗе это все организует, плюс наличие большого количества персонала, который это все делает, ну, а если вы одни или там у вас небольшая онлайн-школа, то тогда что делать? Вот, я хотел бы вас познакомить, несмотря на то, что статья, она с одной стороны написана легким языком, а с другой стороны она не так проста для восприятия, потому что оперирует достаточно специфическими понятиями, но тем не менее это все равно на порядок проще, чем просто заказывать программистам какую-то систему автоматизации. Последние несколько лет получила распространение концепция, которая называется NoCode. NoCode это значит вы не программист, но у вас есть какое-то алгоритмическое мышление, конечно, просто так к этому подступаться достаточно сложно, но все равно в настоящий момент есть ряд приложений и онлайн-сервисов, которые могут обеспечить автоматизацию без программирования, условно говоря, мышкой и формами, где вы прописываете, что сделать, прописываете конкретный алгоритм, и это происходит. Какие могут существовать процессы? Например, взять запись из одной таблицы, в которой фиксируется успех каких-то студентов в прохождении какого-то курса, и перенести в другую таблицу, при помощи которой вы формируете список сертификатов. Либо по прохождению, появлению какой-то записи отправить письмо этому человеку, предупреждение о том, что завтра начинается курс, не пропустите первый вебинар. Вот такие вот вещи. Я хотел бы отметить, что когда человек только приступает к самостоятельной деятельности в области обучения, часто этот вопрос сделаю все руками. И так вот, руками, руками до тех пор, пока вдруг вы не понимаете, что вы, как говорится, раб на галерии, и только и занимаетесь что вот этим перекладыванием оформлением этих процессов, перекладыванием из одной таблички в другую, вдруг оказывается, что вам нужен помощник, которому надо платить и так далее, и так далее. Вот это один из путей, которые я вам, несмотря на то, что вот в этой статье описана автоматизация не для обучающего процесса, а для ну, скажем, одного небольшого предприятия, связанного с туризмом, в принципе, вот все, что там описано, это очень важно. Для тех, кто это хочет и способен воспринять, это, в общем, большое спасение. То есть, при переходе вашей школы, скажем, от онлайн-школы от маленького, совсем маленького уровня, когда вы в одиночку можете все делать, до уровня среднего, это очень большое подспорье. Статья достаточно большая, вам понадобится, наверное, полчаса или минут сорок, чтобы ее прочесть думчиво, ну, а если вы посмотрите, конечно, все эти сервисы, то гораздо больше, но, тем не менее, она очень насыщена, очень вам советую ее прочесть. Ну, и, наконец, наша любимая тема технологии и инструменты. Почему, собственно, любимые, инструменты, мы же все любим инструменты, инструменты – это то, что позволяет нам эффективно работать. Человек без молотка мало гвоздей забьет, да, а с молотком много. Вот. Ну, или можно, конечно, топором построить храм, вот, но лучше это делать не топором, а при помощи проекта. И, может быть, не такой хороший храм получится, но зато таких людей сотни, которые смогут это делать, да. Вот. Так вот, поговорим немножко о технологиях и инструментах, и тут у меня есть такая под, система под пунктов, да, организация работы, коммуникации, вот, LMS и мини-LMS, мы частично уже коснулись этого, да, вопросов создания учебного контента и создания медиа и использования интерактива. поехали. У нас не так много времени осталось. Организация работы. Для организации работы, кроме, конечно, тех вопросов организации обучения, собственно, да, есть организация личной работы преподавателя, ну, и студента, который, преподаватель, которого преподаватель тоже может обучить основам организации работы именно на компьютере, да, если раньше, если вы были, допустим, учитель химии, вам совсем не требовалось, чтобы ваши студенты с компьютером могли обращаться и могли вам прислать, например, фотографию своей работы, да, то теперь вы должны удостовериться, что студент это может сделать и либо научить его. Ну, и сами тоже должны это делать. вот тут небольшая выборка инструментов, во-первых, крайне удобно и крайне необходимо в онлайне, это различные облачные хранилища и инструменты для совместной работы. Что касается облачных хранилищ, ну, я очень люблю Dropbox, использую его уже лет 10, вот у меня, правда, там большой бесплатный большой бесплатный аккаунт на там 20 гигабайт мне вполне хватает для моих документов, вот, обычный бесплатный аккаунт на 2 гигабайта маловато, конечно, но для документов может и хватить. Ну, уж больно удобный инструмент, вот он работает прозрачно, то есть у вас просто папка на компьютере, которая потом в облаке хранится и на любом другом вашем компьютере вы можете ее открыть, например, на ноутбуке или на работе и те же самые документы использовать. Примерно то же самое может Google Drive, но немножко менее удобно. Ну, и ряд других облачных хранилищ существует. Облачные хранилища решают ряд задач, во-первых, чтобы везде работали одинаково эффективно, в онлайне вы можете работать и дома, и на даче, и в другом городе, и с разных компьютеров, и необходимо, чтобы ваша среда была всегда с вами. Кроме того, они частично решают вопросы бэкапов, у вас может в любой момент полететь ваш жесткий диск, и если вы не делали бэкапов, то все. облачные хранилища решают этот вопрос, потому что в облаке ничего не полетело, и просто вставляете новый жесткий диск, и все у вас восстановилось. Конечно, это не работает, если вы только не в платном аккаунте, не покупаете какой-нибудь 4-терабайтный объем, это не работает для медиафайлов, но для документов размером в несколько мегабайт это вполне хватает на, ну, если не на всю жизнь, на долгие годы. Вот. Ну, и, разумеется, инструменты для совместной работы, такие как Google Документ, Google Таблицы, Google Презентации, просто Google Документы, то есть текстовые документы, ну, это просто вот обязательно, просто обязательно, потому что любая совместная работа, например, два автора обсуждают курс свой, либо организаторы обучения и его помощник обсуждают идеи на следующий год, вот, все это делается в виде таблиц или в виде документов, которые одновременно правятся людьми, и без этого просто сейчас жить нельзя, да, вот, ну, и онлайн, он ведь такая вещь, да, раньше вы находились в одном ВУЗе, и вам надо было, чтобы люди жили в одном городе, желательно в одном районе, чтобы далеко не ездили, да, а теперь вы можете работать распределенной командой, кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Крыжополе, кто-то в Москве, да, и ничего, абсолютно, просто собираетесь, пишите один документ, и все, это очень удобно, да, то есть я просто считаю, что навыки использования вот этим инструментом, они крайне, крайне необходимы, конечно, нужно не забывать еще про YouTube, YouTube это тоже в некотором смысле облачное хранилище, но уже для медиафайлов, и, соответственно, те медиафайлы, которые у вас не поместились в Dropbox, вы можете просто выкладывать на YouTube, если надо в открытый доступ, если не надо в закрытый доступ, и это еще одно, как минимум, можно рассматривать как еще одно облачное хранилище, вот, ну и инструмент, который, к сожалению, у нас сейчас не работает, это SlideShare, который у нас, к сожалению, запрещен, по надуманной причине, ну, в России, по крайней мере, вот, это инструмент для того, чтобы выкладывать свои презентации и документы онлайн, был очень интересный инструмент, ну, вот сейчас он, к сожалению, не работает, можно использовать аналоги, такие, как Google презентация, например, вот, ну, ничего, как-то мы научились обходиться без него. Крайне полезный инструмент, на мой взгляд, несмотря на то, что очень частый, полезный инструмент, который необходим для преподавателя, это скриншотер. Скриншотер, это то, что позволяет быстро-быстро сделать таблич, быстро-быстро сделать скриншот экрана, какой-то его части, не обязательно всего, наставить туда ссылок, наставить каких-то точек интереса, возможно, что-то дописать на него, что-то заблурить, если надо, какой-то пароль убрать, и быстренько положить в сеть и расшарить между своими студентами. Да, все это настолько просто, что это даже не инструмент для формирования контента, хотя, конечно, и для формирования контента, особенно для формирования инструкций, да, которые крайне важны в онлайне. Кстати, у меня была по этому поводу, забыл, в презентацию дать, был вебинар в прошлом году, весной, по-моему, по подготовке инструкций для онлайн-обучения. Вот. Не только подготовка контента, но и организация непосредственного общения со студентами. То есть, вплоть до того, что вы работаете в чате или в форуме, вам кто-то задал вопрос, вы быстренько сделали скриншот, показали стрелочкой, и вопрос решен мгновенно. Вот. Вместо того, чтобы писать текст, вы делаете вот такой скриншот. Разумеется, можно скриншоты делать и средствами операционной системы, но лучше ставить какой-нибудь скриншотер, вот вроде этого. Я, например, предпочитаю Clip to Net. Это условно-бесплатный скриншотер. Впрочем, в бесплатном режиме есть все, что вам надо. В платном там, ну, все-таки, такие очень уж продвинутые функции, которые могут не быть нужды очень сильно. Вот. Берите его отсюда и используйте. Я его использую уже шесть лет, и, в общем, я хочу сказать, что жизнь до скриншотера и после изменилась. То есть, просто я стал по-другому подходить к онлайн-обучению, и появился новый инструмент, мощный инструмент, который я использую. Коммуникации. Можно говорить очень много, но на самом деле многое упирается в выбор инструмента. Что выбрать? Инструмент для видеоконференций или вебинаров? Многие даже не понимают разницы. Например, используют Zoom, очень популярный нынче, в качестве вебинарной системы. Но надо, однако, понимать, что это все-таки немножко разные вещи. В системах видеоконференций, таких как Zoom, либо сейчас их много, например, при каждой соцсети есть похожие системы. Платные, бесплатные тарифы есть разные. Когда хороша видеоконференция? Во-первых, когда у вас достаточно мало слушателей. Если у вас 15, если у вас малая группа, до 15 человек, скажем так, то проводить видеоконференцию вполне возможно. очень здорово в видеоконференции то, что вы можете видеть лица всех своих учеников и одним глазом следить, чего они там делают. Слушают или нет, или все уже смотрят свой телефон. Это очень здорово, но это и ограничивающий фактор. Вообще говоря, видеоконференции изначально были придуманы для однорангового общения, когда все люди одинаковы, и у них вообще говоря равные права. Ну, конечно, в Zoom можно настроить права и по-другому, но все-таки изначально видеоконференция была построена как общение многих с многими. Вот. Почему видеоконференции не всегда хорошо и часто лучше ее заменять вебинарами? Ну, во-первых, в больших коллективах видеоконференции трудно проводить. Вот сейчас на нашем вебинаре не так много народу, да, вот 60 человек, и уже видеоконференцию было бы проводить затруднительно с таким большим количеством людей. Вот, я же не говорю о том, что если к вам приходит 300 человек или 400 человек, в этом случае вебинар гораздо более интересен, в том смысле, что он позволяет организовать не одноранговое общение, а общение, когда спикер задает тон, а остальные присутствуют в чате и задают вопросы тогда, когда это им интересно или когда их о чем-то спросят. Вот, поэтому выбирайте инструмент, это очень важно, выбирайте инструмент сразу, исходя из своих задач. выбор не того инструмента сразу будет влечь за собой некие последствия, просто вам будет трудно реализовать ваши задачи, если вы выберете не тот инструмент для онлайн-общения. Ну, тут я просто повторю вот эти кадры, о том, что существует мини-решение для одного человека, для преподавателя это Google Class. Это не единственное решение, но оно достаточно хорошо, и вот я вас приглашаю на вот эти вебинары и на курс Ирины Юрочкиной, которая вам расскажет про этот инструмент. Это просто еще раз, чтобы подчеркнуть, что не обязательно рассчитывать на большие системы дистанционного обучения, вполне можно обойтись и более компактными средствами. Учебный контент по этому поводу можно... Ну, у меня там три курса десятитемных по поводу учебного контента, поэтому очень кратко пройдусь. Конечно, в онлайне учебный контент играет гораздо большую роль, чем в оффлайне, просто потому, что в оффлайне часто все можно решить вопросом после лекции, да, подойти, попросить консультацию или еще как-то там, или, ну, многими разными способами. А в онлайне на контент накладывается гораздо большая задача, поэтому он должен быть лучше, насыщеннее, интерактивнее и так далее. Что у нас есть для контента? Ну, во-первых, иллюстративный материал нам всегда необходим. И один из навыков современного преподавателя это навык в подборе иллюстраций, в том, чтобы их правильно подобрать, хорошо подобрать и не нарушить при этом закон и найти иллюстрации наилучшего качества. Да, ну, в помощь вам, конечно, Google картинки с разными настройками, да, с настройками величины картинки, формата картинки, какой там горизонтальный прямоугольник вам нужен или вертикальный прямоугольник, может быть, квадрат вам нужен. Это все можно настроить. Да, вот, например, есть расширенный поиск, в котором можно настроить размер картинки, который определит качество и настроить форму картинки, например, горизонтальный прямоугольник, либо вертикальный, либо что-то еще. Тут масса еще настроек, но это те, которые я, например, использую чаще всего. Вот, например, ну, вот, вот, например, вот здесь мне понадобилась Вертикальная картинка. Если бы я не сделал там настройку вертикальной картинки, я бы ее не нашел, потому что вертикальные картинки, в общем-то, редкость, их трудно найти. Ну, это к примеру. И еще есть очень хорошая статья, которая называется «Руководство по поиску картинок для сайта и статьи». Преподавателям тоже подойдет. Несмотря на то, что статья такая немножко снобистская, там с ориентацией на дизайнеров и на покупку картинок, там есть достаточное количество рекомендаций и по поиску бесплатных картинок. Так что читайте эту статью, будет очень интересно. Видео. Первый вопрос. Запись видео. Чем записывать? Вот бесплатный инструмент. Один из десятков бесплатных инструментов. Не скажу даже, что самый лучший, но, пожалуй, самый типичный из бесплатных инструментов. Называется он iSpring FreeCam. Есть прекрасная документация на русском языке. Читайте, устанавливайте, освоите буквально за час-полтора, даже если никогда раньше видео не писали, а если раньше писали видео, то за 10 минут. Все очень просто. Настройка микрофона, настройка области экрана, настройка, какие звуки брать, только ли звук микрофона или еще системные звуки. Ну, вот и, пожалуй, и все. Ну, и качество там тоже можно настроить. Вот, пожалуй, и все. Для записи все, да. Ну, имейте в виду, что, конечно, запись – это только часть проблем в учебном видео, да. Самое главное происходит до записи. Это когда вы подготавливаете материалы для записи. Ну, и после записи, когда вы занимаетесь обработкой того видео, которое получили, и монтажом. Для более продвинутых пользователей, те, кто хотят использовать, во-первых, иметь видеоредактор, а также продвинутую программу для записи. Вот я предлагаю инструмент, который называется TechSmith Camtasia. Сейчас уже вышла 20-я версия этим летом, так что я здесь пишу 20-ку вот так вот. Она – это платный продукт, но он не так дорого стоит, особенно если попасть на скидки, и особенно если указать, что вы занимаетесь обучением, для этой категории там большие скидки предусмотрены. Почему именно этот инструмент, а не какая-нибудь там Adobe Premiere или что-нибудь подобное, там Sony Vegas, более мощные системы? Ну, просто потому, что это для нас, во-первых, как говорится, overkill, да, то есть совсем нет необходимости использовать такие мощные инструменты видеомонтажа. А во-вторых, потому что здесь этот инструмент специально для авторов, не для профессионалов записи видео, а для авторов. И там все лишнее убрано, оставлено все то, что нужно авторам для того, чтобы лучше объяснить. Вот почему я предпочитаю Camtasia другим инструментом. Можете также остановить свой взгляд на нашем российском продукте, который называется Muvavi. Кстати, в прошлом году, если посмотрите записи наших вебинаров, увидите, что три вебинара было у нас от Muvavi. Непосредственно от вендоров были интересные вебинары. Но Muvavi все-таки это больше медийный продукт, чем продукт для объяснения, чем авторский продукт. Там можно сделать много красивых вещей, но кое-чего там нет, что есть в Camtasia. Это если так очень кратко говорить. Ну и пробную версию Camtasia 2020 можно скачать вот здесь, посмотреть 30-дневная версия. Она полнофункциональная. К сожалению, она единственное, что плохо делает, это на готовом продукте размещает огромный свой логотип, который не позволяет использовать это видео для каких-то реальных целей. То есть реально это только демо, но зато научиться на ней можно. Ну, если у вас старая операционная система, 32-разрядная, вам понадобится одна из старых версий. Вот ее можно скачать вот здесь. Преподавателю совершенно необходим свой собственный видеоканал на YouTube. Вот, я уже говорил, что, во-первых, он ему необходим для того, чтобы просто иметь облачное хранилище для своих медийных файлов. А во-вторых, ну, особенно если вы используете учебное видео, конечно, где же его хранить, как не на YouTube. Это первое, что приходит в голову. Вот, а для этого надо знать, как этот видеопортал организовать у себя, как его настроить. Это не то, чтобы сложно, но знать это надо. И как он регулируется. Вот, если хотите посмотреть, это вот, ну, считайте, что это от меня подарок. Это запись полуторачасового вебинара, который является частью моего курса, платного курса. Ну, здесь я ссылку даю вам бесплатно на этот вебинар, где объясняется, как сделать видеоканал на YouTube и как его настроить. Если сами методом пробы и ошибок это уже не сделали, то я вам рекомендую сделать это в ближайшее время. Для того, чтобы как-то уложить свой учебный контент в какие-то страницы, вы можете воспользоваться либо теми возможностями, которые есть в системах дистанционного обучения, либо какими-то профессиональными авторскими программами, которые есть. Но это скорее не для вас, а для корпоративного обучения и для специалистов именно по созданию курсов, контента курсов. А можете воспользоваться вот таким вот сервисом, который имеет даже бесплатный тариф. Правда, платные тарифы гораздо приятнее, который называется Tilda Publishing. Не буду здесь говорить подробнее о нем, времени нет. Это сервис, на котором вы можете делать красивые страницы. Если вы смотрели вот часть из ссылок, которые я вам дал только что, они как раз ведут на лендинге курсов, сделанные при помощи этого сервиса. Ну, вообще весь наш сайт сделан на этом сервисе. Таким же самым образом можно из таких же самых блоков можно собирать и чисто учебные страницы, класть на них все, помещать туда видео, иллюстрации, делать слайдеры, интерактивные элементы вставлять и так далее, и так далее. Очень полезная вещь. Вот очень рекомендую строиться на основе отдельных блоков, которые вы просто набрасываете себе на свою страничку и потом заполняете своим контентом. А никакого участия, ну не то что участия, как бы это сказать, то есть вы не строите дизайн с нуля, он за вас уже построен внутри этих блоков. Конечно, вы какими-то навыками небольшими должны, в том числе просто вкусом, обладать для того, чтобы сделать что-то более-менее приемлемое. Ну, тем не менее, это просто там на порядке проще, чем делать свою страничку с нуля в каком-то HTML-редакторе, или даже в каком-то другом конструкторе типа... Забыл, прошу прощения, как называется типовой конструктор, который тоже есть, соскочила как-то из памяти. Ну и, конечно, визуализация. Визуализация это в онлайне очень важна. Мы работаем через... Нет, не лего. Вспомню, скажу. Ну, много есть разных конструкторов. В общем, Tilda лично мне нравится больше всего. И, более того, она, похоже, она во многих направлениях просто побеждает, потому что, ну, она реально... Реально хороша достаточно. Вот у нее есть, конечно, свои заморочки тоже, но об этом сейчас не будем говорить. Визуализация. Есть много разных возможностей визуализации, но... Да, ну и вообще, разумеется, визуализация важна и в оффлайне, и в онлайне. Но в онлайне она, во-первых, важнее, потому что у вас меньше канал личной связи, да? Только вот говорящая голова, например, есть, да? А с другой стороны, потому что, ну, вот он, студент уже у экрана, да? Ему не надо ничего рисовать на доске, либо не надо это показывать на большом экране, он уже здесь, да? Поэтому визуализация в онлайне гораздо важнее, чем в оффлайне. Вот. И средств визуализации, конечно, огромное количество, но вот один из них, на мой взгляд, достаточно... Одно из них достаточно важно. Я его вам просто очень рекомендую. Это сервис, который называется Flowrish. Он позволяет делать, там, около сотни разных видов инфографики. И при помощи него можно показывать, визуализировать различные данные. Так как работа с данными сейчас, собственно, почти любая наука, которая становится наукой, да, она начинает работать с данными, то... И этот сервис я рекомендую практически вот... Ну, разве что, может быть, у вас совершенно какая-то гуманитарная сфера, где никаких цифр вообще нет. Если есть хоть какие-то цифры, то уже этот сервис можно использовать. Не буду рассматривать подробнее вот те виды диаграмм и визуализации, которые он использует. Даже не буду читать, можете потом почитать. Огромное количество. Я вот по этому сервису ввел курс. Три темы было посвящено этому сервису. Ну, просто огромные возможности, в том числе и по динамической, и по видео инфографике. Вот, очень вам советую. Особенно для тех, кто дружит с таблицами, да, потому что на вход почти всех визуализаций поставляется какая-то таблица стандартного вида с данными. О, да, ну это вот у меня почему-то второй раз здесь появилась про Тильду информация. Да, прошу прощения. Ну, и по поводу учебного контента. Контент, конечно, бывает не только визуальный, он бывает и текстовый. И про то, как готовить текстовый контент, можно... Вот у нас уже завтра будет вебинар. Я уже давал на него ссылку. Давайте еще раз дам. Это Ольга Гаврилина. И хотя тема ее вебинара завтра будет не про обучение, а про авторство и про статьи, это скорее близкая тема преподавателям вузам по другой причине, не по причине перехода на онлайн. Ну вот ее курс, который она будет вести уже с 15 сентября. Вот этот вот курс, он будет посвящен в том числе и учебным текстам тоже. Таким образом, если у вас есть задача написать достаточно хороший и большой учебный текст, то вот милости просим на вот этот курс. Сейчас я еще раз ссылку дам. Кстати, вчера закончился льготный период по льготным ценам на этот курс. Но для вас, для тех, кто присутствует на этом вебинаре, я сейчас напечатаю промокод. Промокод. Сообщив этот промокод нашему менеджеру, вы получите возможность использовать льготные цены на этот курс. Так, поехали дальше. Некогда нам заниматься одной только рекламой. Давайте дальше. Медиа интерактив. По этому поводу можно, опять же, говорить очень долго. Приведу вам только то, что вы можете у нас узнать. Опять же, у Анастасии Пахоруковой, о которой я уже говорил, есть еще второй трек, который называется «Не только говорящие головы». И он, весь этот трек посвящен вопросам медиа в формировании учебных медиа. Вот. И, милости прошу, та же самая ссылка на треки. Надо найти Анастасию Пахорукову и вот этот вот ее трек. И зарегистрироваться на все те... Тут, на самом деле, дальше еще есть... Я просто не взял скриншот. Есть до июня месяца расписаны вебинары трека. Вот. Ну и у нас есть еще другой автор. Марина Орешко, которая постоянно занимается вопросами интерактивных сервисов. Она ведет у нас и трек, и курс. Ее курс будет в октябре. 26 октября начнется еще не так скоро, но, тем не менее, давайте я вам его тоже скопирую, эту ссылку. Ой, прошу прощения. У меня тут что-то запустилось. Ну и Марина также ведет свой трек. И ближайший вебинар будет вот уже 7 числа. Я в самом начале его давал. Ее трек, опять же, описан вот на той же самой странице наших треков. И хотя он называется... Я, наверное, переименую его. Хотя он называется «Инструменты библиотекаря». На самом деле это, конечно, инструменты библиотекаря и преподавателя. Потому что они одинаково подходят и библиотекарю, и преподавателю. Ну и здесь тоже трек большой. Он длится до лета. Можете записаться на любой вебинар. Ну вот, собственно, у меня и все. Мы осветили все вопросы, которые я хотел. Я надеюсь, что я вот описал такое дерево возможностей, по которому можно ходить и осваивать те или иные сервисы и возможности. Надеюсь, если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Скачивайте мою презентацию. А я пока, пока вы будете думать, сформирую сертификаты на сегодняшний вебинар. Для этого мне потребуется примерно полторы минуты. Так, сохраняем. Перехожу в сервис выдачи сертификатов. Минутку, я пока не вижу, что вы там пишете. Через полминуты я вернусь. Так, все готово. И осталось мне разместить в чате информационную заметочку о том, что вот здесь вы можете приобрести сертификаты. Так, сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Спасибо, спасибо вам тоже, спасибо, что пришли. Кстати, вот у нас... Я бы не сказал, что сегодня было очень много народа, но для первого-второго числа, вот по прошлым годам, я просто помню, что приходило человек 15, вот так вот. И на вчерашний вебинар Константина Николаевича, на мой сегодняшний, по сравнению с прошлым годом, пришло очень много народа. Так что я думаю, что этот год у нас будет топовый. Ходите, пожалуйста. Так, спасибо, что-то не скачивается. Равеля Закировна, что именно не скачивается? Давайте решим этот вопрос. Презентация не скачивается? Давайте я еще раз покажу, где это может быть не совсем понятно, да? Вот здесь примерно есть кнопочка серого цвета в виде серой папки. Если на нее нажмете, то справа от презентации появится окошко ресурсы. В этом окошке, ну где-то вот здесь, вот не знаю, будет название сегодняшней презентации и, обращаю ваше внимание, зеленая кнопка слева от нее. Нажимаете не на название файла, а на зеленую кнопку. Если вы нажмете на название файла, ничего не произойдет. А вот если нажмете на зеленую кнопку, то вам вылезет окошко предложения сохранить файл на вашем компьютере. Сохраняйте и будет вам презентация. Ну что ж, друзья. Спасибо вам, спасибо, как говорится, спасибо за спасибо и спасибо, что пришли сегодня. Еще раз хочу сказать, у нас впереди огромные планы и наш учебный год, который обещает быть очень насыщенным. Я надеюсь, что вообще посещаемость в этом году будет больше. Вот, и я тоже буду появляться, но в основном я буду присутствовать в качестве организатора мероприятий, занимаясь подбором авторов и так далее. Ну и, конечно, моя помощница и наша постоянная ведущая и хозяйка нашей виртуальной комнаты Татьяна Телегина будет присутствовать на каждом вебинаре, ну кроме моих вебинаров, где я сам могу все организовать. Ну что ж, всем спасибо, приходите на наши вебинары, будем вас ждать.